Всем привет! Давайте продолжим смотреть, что может дать нам The Brush для работы в Sculptris. Вот такие модели можно делать, это просто Sculptris можно делать со сферы, вот вы видите. Потом можно лепить бюст, все хорошо, заготовочка хорошая, сохраняем как заготовку ее себе и можно с ней работать. Давайте посмотрим, вот полигоны у нас вот такие. Вот, все нормально, работать можно. Давайте теперь пройдемся по одной фишке The Brush, которая облегчает работу и изготовление вот такой модельки у нас. Поехали. Открываем The Brush, сохраняем нашу модель в Ops. Заготовку сохраним. Вот, все, поехали теперь. Теперь импортируем нашу модель в The Brush. Вот она у нас появилась. Все, теперь делаем Make Poly Mesh, нажимаем. Опять же, в каждом видео почти говорю, что далеко, наверное, мои объяснения от профессионалов. Может, я делаю все допотопно. Ну, в принципе, мне для работы хватает, чтобы взять ту или иную модельку себе сделать, каркасик, заготовочку. The Brush я, в принципе, леплю редко, очень редко даже. Давайте посмотрим. Есть такая функция. Вот здесь у нас в Tools находится такая фишка Shadow Box. Вот она. Вот теперь, что можно сделать с нашей модели благодаря вот этой фишке Shadow Box. Как сделать копию такого шкаркасика. Открываем геометрию. Вот у нас кнопка Shadow Box. Мы ее нажимаем. Вот такой у нас Box. И вот она у нас делает приблизительно каркас. Это можно снять такой же каркас с любой модели, чтобы потом лепить со сферы. Давайте покажу вам. Допустим, мы открываем сферу. Делаем Make Poly Mesh. Открываем Shadow Box. Закрываем. Вот такая у нас сфера получается. В принципе, если для какой-то работы, тут можно ее сделать мягче. В этом, в The Brush. Ну, в принципе, вот как снятие. А теперь давайте я вам покажу, как в Shadow Box сделать свою полностью модель. Допустим, вот я открываю Shadow Box. Вот такая у нас выходит картонка типа. С разных ракурсов. Низ, бок. Вот так вот. Вот теперь мы нажимаем Make Poly Mesh. Shadow Box у нас получается. Вот он выделен. Давайте теперь посмотрим, что можно делать. Уменьшаем полозок. Допустим, ставим симметрию. Нажимаем X. Вот, видите. Вот их два появилось. Вот теперь мы зажимаем Ctrl. И рисуем вот такой вот каркас. вот вы видите. Это вот у нас будет так выглядеть лицевая часть. Если мы начнем рисовать тут. у нас получается вот такая деталь длинная. Если начнем рисовать снизу, то получается вот такая фишка. Как с этим теперь работать, чтобы сделать каркас бюста? Давайте я вам объясню. Нажимаем Ctrl. И левая кнопка мыши. рисуем тот бюст, который нам форма нужна. Вот мы его нарисовали. Вот он у нас такой получается. Теперь рисуем с этой стороны. И вот так вот. Вот такой он у нас получается. И теперь можно нарисовать снизу. Вот такая фишка выходит. показываю быстро, приблизительно. Допустим, если это инопланетянин, то можно сделать так. Допустим, где-то у вас очень толстые части. нажимаем Ctrl. Alt и левой кнопкой мыши корректируем так, как нам нужно. вот такое получается. Можно и тут его подкорректировать. Вот так у нас выходит такой каркасик. можно вот эту часть вообще убрать. Вот все мягче будет. Здесь можно подкорректировать. Будет чуть треугольный. можно округлить. Сделать вот такое что-то. Теперь мы заходим в геометрии. Закрываем Shadow Box. И вот такая заготовка у нас быстрая получилась. Теперь мы делаем Make Polymesh. У нас появляется Subtool полностью. Давайте посмотрим полигоны. Вот они наши полигоны у него. Однообразные. И здесь теперь можно используя кисти лепить Boost. включим симметрию. симметрия у нас опять появилась. И вот мы так моделируем инопланетянина. используя используя здесь кисти как что лепить сами смотрим. Выглаживаем придаем форму и вот так вот можно делать быстренько Boost. также можно его тут корректировать. Допустим вот так прибавить плечи, чуть осадить, здесь вытянуть, здесь уменьшить, здесь прибавить. вот такая фишка у нас выходит быстрая с помощью Shadowbox. Давайте теперь экспортируем эту модель в Sculptris и посмотрим как с ним можно работать там. давайте откроем. Вот она быстро загружается, не вылетает, все хорошо, вот мы ее здесь можем подкорректировать. включим также симметрию. Вот мы включили, все можем теперь с ней работать. Sculptris просто лепить удобнее, чем ZBrush лично для меня. В ZBrush просто есть кисти, которые хотелось бы, конечно, добавить Sculptris. они очень качественно делают. Вот такая у нас моделька может получиться. Добавляем детализации и поехали уже работать с моделью. Наметим ей рот. нос. И все. Все как обычно. Быстрая заготовка для нашей работы, которая облегчит нам уменьшить время. вот такого инопланетянина можно потом сделать. Будет прикольно, если доделать, конечно. Все, всем до свидания. Надеюсь, помог, чем смог. Продолжение следует...